Беседа о покаянии Беседа первая Помнили ли вы о нас, когда мы в течение этого времени были в разлуке с вами? Я так никогда не мог забыть вас, не оставив город, не оставив памяти о вас. Как любители красивых тел, куда бы ни пошли, везде носят с собой любимый образ. Так и мы, возлюбив красоту вашей души, всегда носим с собой прекрасный образ вашего духа. И как живописцы, смешивая различные краски, делают изображение тел, так и мы, вашу ревность к собраниям, усердие к слушанию, благосклонность к проповеднику и все другие добрые дела, смешав, как бы различные краски добродетели, начертали образ вашей души и поставив его пред очами ума, а созерцание его получали немалое утешение в разлуке с вами. И этим мы занимались постоянно, и когда сидели дома, и вставали, и когда ходили, и отдыхали, и когда входили, и выходили, всегда представляли себе вашу любовь. И этим созерцанием услаждались мы не только днем, но и ночью. С нами тогда было то, о чем сказал Соломон, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Потребность нас смыкала, наши вежды, но сила любви вашей пробуждала от сна очи души моей, и часто казалось мне, будто я во сне беседую с вами. И в самом деле, душа обыкновенно ночью представляет то, о чем размышляет днем. «Это же было тогда и с нами, и не видя вас плотскими глазами, я видел вас очами любви, и не бывший с вами телом, был с вами душою, а уши мои постоянно оглашались вашим воплем. Поэтому, хотя болезнь телесная и побуждала меня оставаться там, в селе, доле, и пользоваться целителем для плотского здоровья воздухом, но сила любви вашей не позволяла этого, напротив, вопияла и не переставала докучать до то ли, пока не заставила меня встать еще раньше надлежащего времени и ваше сообщество поставить наравне и со здоровьем, и с наслаждением, и со всем, что только есть доброго. И мы, склонившись на ее убеждение, лучше захотели возвратиться с остатками болезни, чем стараясь о совершенном исцелении от немощи телесной, опечаливать долей любой вашу. Живя и с вами, я слышал ваши упреки, и частые письма доносили их до нас, и упрекающим я внимал не менее, чем хвалящим, потому что упреки те были выражением души, умеющей любить. Вот почему я встал и поспешно пришел. Вот почему я никогда не мог выкинуть вас из своего ума. И что удивительно в том, что я, живя в селе и наслаждаясь свободой, помнил о вашей любви, когда Павел, обложенный узами, живя в темнице, и видя бесчисленные множества грозивших ему опасности, и в темнице, как бы среди луга, помнил о братьях и писал им так. К филиппийцам, первая глава, седьмой стих. И как должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования, вас всех, как соучастников моих, в благодати. Снаружи цепят врагов, а внутри цепь любви к ученикам, но наружная цепь скована из железа, а внутренняя составлена из любви. Тут часто он и снимал, а это и никогда не разрывал. Напротив, как жены, испытавшие болезни рождения и сделавшиеся матерями, всегда привязаны бывают к своим детям, где бы они ни были, так или еще гораздо крепче их, и Павел всегда привязан был к ученикам своим, и тем крепче, чем болезни и духовное рождение Плотского. В самом деле, и он был в муках рождения, и не однажды, но для одних и тех же дважды, и потому вопиял. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. Этого никогда не может испытать жена, никогда не вытерпит она в другой раз те же муки рождения. А Павел вытерпел то, чего нельзя видеть в природе. Он снова зачал тех, которых уже раз родил, снова перенес для них жестокие муки рождения. Поэтому, желая пристыдить их, он и говорил, для которых я снова в муках рождения. Как бы так говоря, пощадите меня. Никакой сын в другой раз не подвергал матернего чрева мукам рождения. А вы заставляете меня терпеть это. Притом, те болезни мучают одно мгновение и прекращаются, коль скоро дитя выйдет из утробы матерней. А эти, не так, напротив, продолжаются даже по целым месяцам. Павел часто по целому году был в муках рождения и не мог родить зачатых им. Там труд плоти, а здесь болезнь терзает не чрево, но поражает самую силу души. И чтобы увериться, что эти болезни духовного рождения тяжелее, подумай, какая мать решилась когда-либо пойти в гиену за своих детей. А Павел не только решается пойти в гиену, но и желает отлученным быть от Христа, только бы ему родить иудеев, для которых он всегда непрерывно был в муках рождения. И как это не сбывалось, то он с горестью говорил, «Для меня непрестанная печаль и скорбь в сердце моему, и опять дети мои, для которых я снова в муках рождения. Да коли в вас изобразится Христос, что блаженнее той утробы, которая могла рожать таких детей, кои способны иметь в себе Христа? Что плодоносит и той, которая родила всю вселенную? Что сильнее той, которая родившихся и возросших недоносков могла снова зачать и преобразовать? Это в естественных родах невозможно. Но почему Павел не сказал, «Дети мои, которых я рождаю, но для которых я снова в болезнях, в муках рождения?» Хотя в другом месте говорил о себе, что он рождает, «По Христе Иисусе я родил вас». Потому что там он хотел показать только сродство, а здесь старался выставить и труд. Как же он называет чадами тех, которые еще не родились? Если он болезный, значит, еще не родил. Как же называет чадами? Дабы ты знал, что он терпит уже не первые муки рождения. И это вот довольно было, чтобы пристыдить их, галатян. Я, говорит, был уже раз отцом и перенес для вас, какие следовало муки рождения. И вы раз сделаете уже чадами, для чего же снова подвергаете меня вторичным мукам рождения? Довольно скорбей от первого рождения, для чего же снова терзаете меня болезнями? В самом деле, падение верных причиняли ему не меньшую скорбь, чем и грехи еще не уверовавших. Невыносимо тяжко было видеть, как они верующие, после участия в таких таинствах, уклонялись в нечестие. Поэтому он весьма горько и жалобнее всякой жены плакал и говорил, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе вас изобразится Христос. А это говорил он для того, чтобы в то же время и ободрить, и устрашить галатян. Показав, что Христос не вообразился в них, Павел поверг их в смущение и страх, а дав понять, что он может вообразиться, опять возбудил в них бодрость. Слова «Доколе в вас изобразится» показывает и то, что Христос еще не вообразился, и то, что он может снова вообразиться. Если бы это было невозможно, то Павел напрасно бы и говорил, доколе в вас изобразится Христос, и льстил бы их суетными надеждами. 308. Итак, зная это, не станем и мы отчаиваться, но и не будем совершенно беспечны. То и другое пагубно. Отчаяние не позволяет стать лежащему, а от беспечности падает и стоящий. Что обыкновенно лишает приобретенных благ, это не позволяет избавиться от постигших зол. Нерадение не извергает из самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну зла, тогда как отсутствие отчаяния скоро изводит и оттуда. Вот смотри на силу того и другого. Дьявол прежде был добр, но, сделавшись беспечным и отчаявшись, пал в такую злобу, что после уже и не восстал. А что он был добр, так послушав, что Христос говорит, видел сатану, как молния спадшего с неба. Сравнение с молнией показывает и светлость в прежнем состоянии и быстроту падения. Павел был хулитель, и гонитель, и обидчик, но как возревновал и не предался отчаянию, то и восстал, и сделался равным ангелам. Напротив, Иуда был апостолом, но, предавшись беспечности, взялся предателем. Опять разбойник, так как не отчаялся и после такой злой жизни, то прежде всех других вошел в рай. Фарисей по самонадеянности упал с самого верха добродетели. Мытарь, не поддавшись отчаянию, так и справился, что упредил того фарисея. Хочешь, покажу тебе и целый город, сделавший это. Так спасся целый город неневитян, хотя приговор повергал их в отчаянии, так как пророк не сказал, что если они покаятся, то спасутся. Но просто, еще три дня Неневия погибнет. Однако ж, несмотря на то, что Бог угрожал, и пророк вопиял, и приговор не допускал ни от срочки, ни ограничения, они не упали духом и не потеряли доброй надежды. Бог для того не сделал в этом приговоре ограничения и не сказал, если покаятся, то спасутся, чтобы и мы, когда услышим Божий приговор, произносимый без ограничения, тоже не отчаивались и не унывали, взирая на этот пример неневитян. Но человека, любив Бога, видно не из того только, что он хотя и не сделал ограничения в приговоре, однако же примирился с покаявшимися. А даже из того, что произнес безусловный приговор, он сделал это, чтобы увеличить неневитяных страх и поразить великую их беспечность. Да и самое время покаяния показывает неизреченное его человеколюбие. Что такое могли значить три дня, чтобы загладить столь великие пороки? Не видишь ли, как отсюда скрывается Божья попечительность? Она-то преимущественно и содействовала спасению этого города. Итак, зная это, не будем никогда отчаиваться, потому что нет ни одного столь сильного оружия у дьявола, как отчаяния. И мы не так радуем его, когда грешим, как когда отчаиваемся. Можешь видеть на блуднике, как Павел страшился отчаяния больше греха. Я писал к Каринчанам, он так говорил. У вас слышно такое блудодеяние, какого нет даже в язычниках. Не сказал? Что, на каковое не решается даже между язычниками, но о котором не слышно, то есть что у них нетерпимо даже по имени, на то у вас дерзнули самым делом. А вы возгорделись? Не сказал и он, блудник, разгорделся. Но оставив согрешившего, обращается к здоровым. Подобно тому, как поступают врачи, которые оставив больного, много говорят с родными его. С другой стороны, сами здоровые были причиной гордости его, потому что не осуждали и не устрашали его. Поэтому Павел сделал вину общую, чтобы удобнее было лечение раны. Худо грешить, но гораздо хуже еще гордиться грехами. Если надмене праведности уничтожает праведность, тем более надмене грехами причинит нам крайний вред и будет гораздо виновнее самих грехов. Поэтому Господь говорит, когда сделаете все повеленное вами, то говорите, мы рабы ничего не стоящие. Если же сотворившие все должны уничтожать себя, тем более грешнику приличнее плакать и считать себя между последними. На это именно указывает, когда апостол говорил, вам нужно было плакать. Что говоришь? Другой согрешил, а я буду плакать? Да, говорит, потому что все мы связаны между собой наподобие тела и членов. А в теле мы видим, что если и нога получит рану, то склоняется голова. Что кажется почетней головы? Но она не смотрит на свое достоинство во время несчастья. Так и ты поступи. Поэтому и Павел увещевает, радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Поэтому и Коринфянам он говорит, вам надлежало бы лучше плакать и изъять из вашей среды, сделал что-то такое. Не сказал, и вы не постарались. Но что? Лучше плакать, как будто всеобщая болезнь и зараза постигла город. Как бы так, говорит он, потребны молитва и исповедь. И усердное моление, чтобы эта болезнь изгна была из всего города. Видишь, какой навел на них страх. Они думали, что зло остановилось только на согрешившем. И потому апостол возбуждает в них беспокойство, говоря, не знаете ли, что малая закваска заквашивает все тесто. А это значит вот что. Зло распространяется мало по малу касается и прочих членов. Поэтому тебе нужно озаботиться, как подобает текущемуся об общем бедствии. Не говори мне, что он согрешил один. Посмотри на то, что этот грех есть некоторого рода яд. И от одного члена распространяется по всему остальному телу. И как во время пожара и те, которые еще не пострадали от него, суетястся не менее подвергшись уже этому несчастью и употребляет все усилия, чтобы огонь распространяясь не дошел и до их дверей. Так и Павел возбуждает Коринфян, говоря, пожар занялся. Предупредим несчастье. Погасим пожар, прежде чем он объял церковь. Если же ты не обращаешь внимания на грех, потому что он совершился в теле другого, то и в этом случае поступаешь весьма худо, ведь согрешивший есть член всего тела в церкви. 310. Но смотри еще на то, что если ты поленишься и не обратишь внимания на чужой грех, он когда-нибудь овладеет и тобою. Послему, если не ради брата, то по крайней мере ради самого себя воспрянь и останови заразу. Не дай распространяться яду и прекрати губительный недуг. И так сказав это и больше этого и повелев предать грешника сатане, Павел после того, как грешник переменился и сделался лучше, говорит, для такового довольна этого наказания от многих. Лучше теперь оказать ему любовь. Так как он всем представил ее как общего врага и неприятеля, отлучил от стада и отстекать тело, то смотри, сколько употребляет теперь старания, чтобы снова сблизить и присоединить его. Не просто сказал, полюбите его, но окажите к нему любовь, то есть покажите любовь твердую и неизменную, жаркую, горячую и пламенную. Покажите благосклонность, равносильной прежней вражде. Что осталось, скажи мне, не сатане ли ты предал его? Да, говорит, только не для того, чтобы он оставался в руках сатаны, но чтобы скорее избавился из-под власти его. Смотри же, сколько Павел, как я сказал, боялся отчаяния, как сильного оружия дьявола. Сказавши, окажите к нему любовь, присовокупляет и причину, дабы не сделал нам ущерба сатана. И не был этот блудник поглощен чрезмерной печалью. Авта говорит, спасти волка, поспешим же исхитить ее, пока волк не поглотил и не погубил нашего члена. Корабль обуревается волнами, постараемся спасти его, пока не потонул. Как ладья тонет, когда море воздымается и волны восстают со всех сторон, так и душа, когда отовсюду обнимает ее печаль, скоро гибнет, если никто не подает ей помощи. И спасительный печаль от греха, от неумеренности, становится гибельной. И смотри, какая точность в словах. Не сказал, да не погубит его дьявол. Ну что? Да не сделает нам ущерба сатана. А здесь слово обида значит похищение чужого. И так показав, что согрешивший через покаяние сделался уже чужим для дьявола и своим в стаде Христовом, Павел говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Потому что если сатана и после этого будет удерживать его, то он похищает уже наш член, берет овцу из нашего стада, так как тот уже сложил в себя грех через покаяние. Так Павел, зная, что сделал дьявол с Иудою, боялся, чтобы и здесь не случилось то же самое. Что же сделал дьявол с Иудою? Иуда раскаялся, согрешил, говорит, я предав кровь неповинную. Услышал эти слова, дьявол понял, что Иуда вступает на путь к лучшему и идет к спасению. И устрашился такой перемены. Человека любив, говорит у него Господь. Когда хотел Иуда предать его, он плакал о нем и многократно вразумлял его. Не гораздо ли более примет его кающегося? Когда он был неисправим, и тогда влег и звал его к себе. Не гораздо ли более привлечет к себе исправившегося и познавшего свой грех? Для этого-то он пришел и на распятие. Что же дьявол сделал? Смутил Иуду, оброчил чрезмерностью печали, гнал, преследовал, пока не довел до петли. Пока не вывел из настоящей жизни, не лишил намерения покаяться. А что спас бы и Иуда, если бы остался жив? Это видно из примера распинателя его. Христа. Если Господь спас вознесших его на крест, и на самом кресте умолял Отца и просил им прощения в грехе, то явно, что он со всем благоволением принял бы и предателя, если бы этот принес в надлежащее покаяние. Но он не в состоянии был воспользоваться всем врачевством, быв поглощен чрезмерной скорбью. Этого-то именно опасаясь, Павел понуждаю Коринфян исхитить того человека из челюстей дьявола. И зачем говорить о том, что было у Коринфян? Петр трижды отрекся после участия в таинствах и со слезами загладил все. Павел был гонитель, богохульник и обидчик, гнал не только распятого, а также и всех последователей его, но раскаялся и стал апостолом. Бог требует от нас только малого повода и дарует нам отпущение многих грехов. Скажу вам и притчу, которая служит подтверждением этого. 311. Были два брата, они разделили между собой отеческое имение, и один из них остался дома, а другой прожил все, что было ему дано и ушел в чужую сторону, не в состоянии, будучи переносить стыда от бедности. Эту притчу нашел я нужен сказать для того, чтобы вы знали, что отпускаются и грехи, сделанные после крещения, если вы будете внимательны. А это говорю не для того, чтобы вовлечь вас в беспечность, но чтобы отвлечь от отчаяния, потому что отчаяние причиняет нам больше зла, нежели беспечность. Итак, этот блудный сын представляет собой образ спадших после крещения. А что он означает «спадших после крещения»? Видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может назвать без крещения. Он и жил в доме отеческом, и получил долю во всем отеческом имуществе. А прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на общество верных. Притом, блудный сын был братом живого, жившего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Итак, этот блудный сын дойдя до крайней степени порока, что говорит? Возвращусь опять к отцу моему. Отец для того и отпустил его и не помешал ему уйти в чужую страну, чтобы он опытом узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит словами, дает урок самыми делами. Об этом он говорил к иудеям. Так он, когда потратив через пророков множество слов, не убедил и не склонил их, то, определив дать им урок наказанием, говорит к ним, накажет тебя отступление твоей, злоба твоя обличить тебя. Иеремия 2.19 Следовало бы верить ему и прежде самого события, но как они были столько бесчувственны, что не верили его увещаниям и советам, коими он предотвращал их от порока, то он уже попускает самым событиям вразумить их, чтобы хотя таким образом снова привлечь их к себе. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и дознавший опытом, как гибель на удалении из дома отеческого, возвратился, отец не по зло памятствовал, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? От того, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование и пиршество и праздники и весел и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порок? Не за порок, человек, но за возвращение в дом, не за грех, но за покаяние, не за худые дела, но за исправление и что еще больше? Когда старший сын огорчился этим, отец его ласково успокоил и говорят, и всегда со мною, а этот был погибший. Погибал и нашелся, был мертв и ожил. Когда, говорит, нужно спасти погибшего, то тут время не суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больного, не подвергает его взысканием и наказанием за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести и наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне, ведь столько времени он провел вдали от нашего сообщества, боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Поэтому, говорит, погибал и нашелся, мертв был и ожил. Не смотри, говорит, на настоящее, на поду моей великости прежнего несчастья. Перед тобой брат, не чужой. Он возвратился к отцу, который не может помнить прежнего, а хоть не помнит и к то, что может побудить к состраданию, милосердии, любви, снисходительности, свойственной родителям. Поэтому и сказал отец не о том, что сделал блудный сын, но о том, что он потерпел. Напомнил не о том, что он истратил имущество, но о том, что перенес множество несчастья. Такое же, или еще с большей ревностью, искал он овцу. Здесь сын сам возвратился, а там сам пастырь вошел. И, найдя овцу, привел ее и радовался о ней больше, чем о всех возвратившихся благополучно. Смотри еще, как и возвратил, не бичом погонял, но возложив на плечи, принес и снова соединился с садом. И так знаю, что Бог не только не отвращается от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших, и, найдя их, радуется о них более, чем о тех, которые были в безопасности. Не будем не отчаиваться о грехах, не излишне надеяться на добрые дела, но и, живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть. А когда согрешим, станем каять все. Что сказал я вначале, то говорю и теперь, а именно, что излишней надежды стоящего и отчаяния лежащего то и другое гибельны для нашего спасения. Потому Павел, остерегая стоящих, говорил, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не пасть. И опять, боюсь, что проповедую, дорогие, самому не остаться не спасенным. А выставляя лежащих и побуждая их в большей ревности, писал с Каринфином так, «И я плачу о многих, которые согрешили прежде и не покаялись, показывая этим, что слез достойные не столько согрешающие, сколько не раскаивающиеся во грехах». Да и пророк к ним, грешникам, говорит, «А разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Иеремия 8.4 И Давид их же убеждает, говоря, «Ныне, когда услышите голос, не ожиточите сердец ваших, как во дни ропота». Итак, доколе говорится это ныне, не будем отчаиваться, но имея благие надежды на Господа и помышляя о бездне его человеколюбия и знав из совести все злое, с великим усердием и надеждой возьмемся за добродетель и покажем самое глубокое покаяние. «Дабы здесь сложить все грехи, с дерзновением могли мы стать предсудилищем Христовым и получить Царство Небесное, которого досподобимся всем и по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok